Мы хотим сегодня продолжать тему псалмов. И в прошлый раз я кончил на, когда говорил о 113-м псалме, я сказал, что он не вот как бы это сказать хорошо. Он начинается с того, что Всевышний все видит, но его завершение, вот завершение псалма 113-го, замечу еще раз, это Галаль, который читают левиты в храме в большом, предбольшом стечении народа. Вот это очень важное такое обстоятельство, которое надо представить. Галаль это то, что должны читать люди, именно это общественное мероприятие. Но, но, в конце этого псалма, он видит все, что в самом низу. Вот, дайте я подключусь с этим самым. Вот это, да. вот шестой стих 113-го псалма, хамашпили лирот, хамашпили, хамашпили, да, лирот, башамай мува, вот это, здесь, Бог на небесах, да, пребывает высоко, хамагдиги лошевет, сидит в высотах, вот машпили, машпили, ну, правильное ударение, естественно, машпили лирот, это слово шепфель, это самый низ, вот он сидит на самом верху, а видит в самом низу, вот тут именно вот это слово внутри глино, причем вот для того, чтобы было ясно сила, насколько это, о какой низости идет речь, вот в следующем стихе слово маашпот, маашпот, ерим и вьон, из мусорной кучи возносит нищего, но вот это шепфель вот этот и вот этот, основа шинпэй, вот она повторена, аашпот, это то, что валяется на земле уже, он видит, ашпа, ашпа, мусор, да, эшпа, ну, даже множественное число, ашпа, ашпа, это из самого, вот это самый мусор, так он видит, вот здесь вот эта тонкость, какая есть, он сидит высоко, а видит до самой, до самого низа, вот теперь, обратите внимание, этот низ, он геометрический или какой-то, он подымает нищего, он подымает бедного и видит бесплодную женщину, вспомните ритвку, а если нет, то меня, как будто, дай мне детей, ибо если нет, я как бы умерла, то есть это низ социальный, вот здесь довольно любопытный момент, вот этот переход от геометрии, бог сидит высоко, видит внизу, и вот этот низ, о котором дальше пойдет речь, он не социальный, нищие, бедные, вот этот переход, он совершенно, он должен быть неожиданным, и при этом он их возвышает, но вот это возвышение, о котором идет речь, заставляет думать, что, собственно говоря, Салом, он делает еще один важный переход, бог видит все, но, но, он, и он высоко, но вот теперь, самое ценное, это проявляется в частной жизни, бедный, который сидит за столом со знатью, бесплодная, становится счастливой матерью детей. Скажи, а почему, прости, вообще, Акеретабайт, насколько я знаю, в современном еврейде это домохозяйка. Правильно, но дело в том, что это Акара, Акара это бесплодная. Ну, корень такой же, я не знаю, но корень прохорный. Акара, Акара, Акара это бесплодная, то есть бездетная, вот то самое. Значит, причем Акара это бесплодная, это бесплодная нерожавшая, потому что есть еще бездетная, потерявшая детей отдельный глагол сакарит, отдельный глагол без для этого. Это иврит, вы можете проверить по Танаху, а Акара Габайт в современном смысле языка в Танахе нету, это новый иврит относительно, то есть, по-моему, он есть в Талмуде, уже появляется, и там идея Акара Габайт это Икар, корень дома, да? Там как бы другая еще раз, еще раз. Акара Габайт это корень дома, от слова Икар, корень. А, да? Ну, конечно. А вы что думаете, а как такой переход переходит? но Акар, вот смотрите, как происходит, Акар это вырывать корень, да? Да. Корчевать, в библейском игреете, это корчевать. Но дело в том, что ясно, что этот глагол, я тут услышал очень красивый оборот, он как Янус в улике, в обе стороны, пускать корни и вырывать корни, да? По этому поводу Акарет это лишенное корней, то есть бесплодное, да? Вырванное дерево, как бы, вот такой образ. И обратный образ тем же глаголом корень дома, укоренившийся в доме. Это домохозяйка в современном времени. Но я прекрасно понимаю, что современные наши дети, когда это читают, для них мошилии Акарет Габаэд, они понимают, безусловно, усаживают домохозяйку радостно ее сыновей. Так вот, это не домохозяйка. Правильно так. Мошилии Акарет Габаэд, сажают бесплодную в дом. Какой он ее сажает счастливой матерью детей. Веселой. Тут даже не счастливой, а скорее веселой, радостной. Послушай, а вот в добавлении, прости, что я прерываю все время, в добавлении к тому, что ты сказал, интересно, слово окурим, да? Я не знаю, как по-русски, перемещенные лица, что-то типа этого. Да, леченые корней, то же самое. Да, да, окурим, это люди, которых выгнали с насиженных мест, скажем так. Абсолютно верно. Это все, вот, это вот, я не помню, кто, по-моему, Хаспелевич всегда восторгался тем, что иврит безумно образный язык. И у него связь переносного значения глагола с исходной, она сохраняется. По этому поводу, например, «бокер» «утро», «левакер» это точно чертить, это рисунок еще, а «эр» «вечер» это размывать. По этому поводу, вот этот готовый образ «вечер», когда картина размытая, да, она прямо в глаголе лежит, эта мысль. А «бокер» это когда картина становится четкой. Вот такая связь, где сохраняется связь с исходной идеей, которая была, и почему глагол так превратился в это слово, но считается, что это признак молодого языка. Ну, в привалое, в лингвистике, я не буду сейчас углубляться в эти дебри. Вот. Но он, вы видите, очень четко, вот эти связи регулярно, они сохраняются. и я ведь не хочу сильно углубляться. Например, вот этот глагол «гощиви» усадить с это самое, не буду, не буду сюда входить, сажать. Но, вот что важно, вот первый псалом, он, здесь, я пока рано говорить, вот, но халлель, как бы здесь есть два типа псалмов, халлель и гадая, прославление и благодарность. Это к концу ближе будет. Но вот здесь понятна разница. Благодарность это то, это за то, что ты испытал лично. Вот, я могу славить Всевышнего за то, к чему я не имею никакого отношения и все равно славить, потому что, ну, понятно, а могу благодарить, а вот, чтобы благодарить, это уже надо я участвовал в этом, я участник этого, со мной это случилось, поэтому я благодарен. Вот этот заход, который здесь есть, он как бы соединяет эти две темы. Есть халлель, слава, и есть гадая, гадая, бедный, который поднялся из грязи, который поднялся из мусора. Я подозреваю, что русская из грязи в князи, это вот здесь. Вот седьмой стих поднимает из грязи, да, из афар, из праха. Ну, прах, в данном случае, ну, это просто земля. И сажает бельможин с князьями. Вот откуда этот образ идет. В русском языке берет из библейского, это библейская аллюзия из грязи в князь. То есть, это вот про это. Но вот это сочетание вселенной, о которой идет речь, да, потому что начинается он, ведь, обратите внимание, вот как это устроено, начинается с протокольным. Славьте имя Гошема. Пусть имя Гошема будет благословлено от сейчас и до конца мира. По всей земле славится имя Всевышнего. Он выше всех народов, тема выше всех народов, это тема 115-го псалма, о чем будет, я надеюсь, мы сегодня дойдем. но это как бы вселенские какие-то вещи. Кто как Гошем наш Бог высоко сидит и смотрит низко? Вроде б, теология, да, и эта теология опускается в самый низ. Вот я специально задерживаюсь здесь, потому что этот псалом связан очень тесно с 115-м, не следующим 114-м, а 115-м. И на самом деле Калель в псалмах до 116-го, он безумно теологичен, и это очень странная вещь, потому что в 115-м псалме, например, будет вещь совершенно нетривиальная проводиться, но она, он безумно нетривиальный, мы просто настолько привыкли к Халелю, что регулярно не видим, что нам протаскивают вещи, которые мы не замечаем даже. Вот следующий, который я сегодня хотел говорить, это 114-й псалом, он радостный и всем понятный, он известен всем нам с детства куфью дал дети радостно поют его за пасхальным седором, если бы я умел петь, я бы его вам спел, попросите детей, мотивчик известен каждому малому детю, на котором поется этот псалом. Значит, по этому поводу, как стишок с отверженной с детства, как бы в тонкости его редко спускаешься. И в этом некоторая проблема Галей. Вот давайте попробуем. Вот я попробую читать, а потом в живом кое-чем подумать. Итак, по выходе Израиля из Египта дома Якова от народа ну давайте это слово, как переводить никто не знает. Я перевод здесь перевод Параши. Дело в том, что слово Лоэз Милай Ехидаи, то, что называется единственный раз в Писании, слово непонятно. Переводится Параши говорящим на непонятном языке. Не буду, вот давайте я не буду входить в варианты, тут есть варианты, но слово единственный раз в Танахе, поэтому его очень трудно переводить, потому что нет, не на что опереться для того, чтобы, а контекст фразы может быть народ народ Лоэз, как Норода Грозного, например, может быть так. Может быть, тут задательно. Современный Лоэз, современный Лоэз, там, наверное, Раши Теот, правильно? Это Раши Теот Лошон Амзе. У Раши, у Раши, когда Раша пишет Лоэз, это сокращение, и имеется в виду первая буква оборота Лошон Амзе на языке этого народа, и имеется в виду французский. Дальше идет французское слово обычно, но учтем, что Раша умер в 1105 году, поэтому французский язык тогдашний отличается от нынешнего, там встречаются слова скорее иногда, которые проще понять через современный испанский или через современный немецкий. Но есть словари, я могу сказать, что во Франции Раши пользуются у лингвистов французских огромной популярностью, потому что Раши пишут слова, как слышат. По этому поводу по Раши восстанавливается произношение старо-французского языка. Но вот как, например, по Лодино устанавливается костильский диалект 15-го века, 16-го века, ну, конца 15-го века, Лодино это язык магрибских евреев. И, например, вы можете обратить внимание, что в Лодино все еще джюдерия, а не худерия, как в современном испанском. Мы слышим, что в те времена это еще произносилось как джи, а не как сегодня. Но Ромея и Хулия, да, в те времена было бы произнесено все еще как Ромея и Джулия. Вот, да, вот, например, в Израиле есть группа людей, которые уехали из Венгрии, в Юрсалиме живут, которые уехали из Венгрии, где-то, по-моему, в 16 веке. Так вот, они до сих пор говорят на том произношении, которое было принято тогда. И это тоже такая ценность для венгерства был же язык. Вот. Но слово Лоэз, оно со времен незапамятных как иностранный язык, и оно так попало в иврит. И Лоэз стал, Лошон Лоэз стал восприниматься всеми именно как иностранный язык. А Лоэз это народ, который говорит не на нашем языке. На самом деле это Раша. Это Раша, и еще раз комментарий к этому слову, хорошего комментария однозначного у меня нет, и его, по-моему, не может существовать в природе. Вот иногда бывают слова, которые можно восстановить как-то по контексту. Здесь даже по контексту оно не определяется, это слово. Значит, Гайта ягудалы качо, иудея стала святыней его, Израиль стал его царством. Вот сразу скажу, что странно, вот странность, которую почему-то не замечают. Вот Иуда стала его святыней, его чьей. Израиль стал его, ну, его властью, его царством. Его, его, нассюду суффиксы притяжательные его. Кого его? Его Кого? Его. Вот. Смотрите. Если бы было написано естественным образом, как в куче псалмов, описывающих исход из Египта, таких псалмов есть там три, то должно быть «Боихоцаат Хашем Исраим Мемицраим по выведению Хашемом народа Израиля из Египта, да?» Кто вывел из Египта? Здесь этого нет. Здесь в первом стихе этого нет. По этому поводу, например, куча исследований, начиная в 19-й период гиперкритики, «БЦ» это указание времени, то есть когда выходил народ Израиля. Но это понимание наталкивается тем, что тут явное подразумевание, что Иуда стала его святынью, а Израиль его властью, то вообще тут проблема анахронизма между нами говоря. Потому что Иудеи и Израиль, о которых идет речь, это ясно, что речь идет о царствах иудейском и Израильске, которые образовались не по выходу евреев из Египта намного позже. И понятно, о чем идет речь, что земля Израиля, но она здесь обозначена как Иудеи и Израиль, как два царства. И чьими они стали святыми? Всевышним. Но Всевышний не упомянут. И вот это надо пытаться понять, каким образом, поймите, упоминание Всевышнего здесь, это вообще первая заповедь. Первая заповедь, Я, Гошем, Я, Ани, Гошем, Элу, Кэха, Шар, Гацетиха, Мэр, Смисрая, Я, Господь, твой Бог, Который вывел тебя из земли египетской. Здесь Израиль как бы сам будешь. Сам будешь. Хорошо. Значит, сейчас мы увидим, что на самом деле автор очень хорошо понимает, о чем мы говорим. И это он правильно делает. Но вот эта лингвистическая загадка, почему в первом стихе не упомянут Гошем, а должен, очевидно должен, тем более, что второй стих это подтверждает, потому что его святыня, его власть, это означает того, кто выиграл. Очевидно, потому что иначе получится, если вы не так это понимаете, то у вас подлежащее первопредложение Израиль или Бет-Яков, да, и они стали, Иуда стала святостью кого? Израиль и дома Якова. Но это ни в какие ворота не леет. Понятно, что там есть просто сумевание, которое почему-то опущено. Это надо просто вот принять во внимание, что-то происходит. Далее. Хаямра Абаянос Хайардем Иесоф Лаахор увидела море и сбежала. Иордан повернул вспять. Горы запрыгали, как бараны, холмы, но опять гвалт это тоже горы, но холмы в русском языке второго синонима слова горы, вершины, гвалт это гладкие горы в виде шляпы. Холм, но только холм в русском языке насыпной обычно, но в данном случае это горы. Так ягнят вообще вопрос что описано. Ну, на первый взгляд так. Тогда народ выходил из Германии, море, которое увидело и сбежало. Это рассечение Ямсуф, рассечение чревного моря. Чтобы не было чревным морем, да, значит, это море. И Иобан повернулся назад. Это по всей недвижимости пересечение Ордана, когда евреи переходили уже в землю Израиля. Пересечение Ордана это времена Игашуа, потому что другого я не могу. Горы запрыгали. Значит, вообще-то в Салмах и в книге Дворим такое явление дрожащие горы, бегущее море, разворачивающиеся реки обычно это, извините за умное слово, теофания, появление Бога, и подобным образом описывается явление Бога на горе Синай. Но это неправда. На данном случае это не так. То есть гора Синай, во-первых, она тогда у вас нарушена хронология. Море и Ордан явление Всевышнего на горе Синай должно быть все-таки порядок и Ордан должен появиться позже. Теперь давайте дальше пробовать. Но происходит опять что-то странное. Да, при этом вы можете сказать, что если это появление Всевышнего так, слово теофания греческое, явление Всевышнего, как мы говорим, Синай, то тогда это страх должен описываться, потому что явление Всевышнего всегда описывается в терминах страха. Ну, окружающих. Горе испугалось, и Ордан испугался, и повернулся на, попытался сбежать, горы попытались ускакать, но дальше мы увидим, что горы прыгают радостно. Что это радость, что это не теофания, это что-то другое. Что здесь радость, почему? Вот читаем. Мало хахаян кетанус, вот идет, следующие стихи просто повторяют это самое, то, что происходит, стихи от третьего, четвертого, пятого, и шестой стих, просто их повторяют в виде вопроса. Мало хахаян кетанус, что с тобой море, что ты убегаешь, вот тут надо читать, что с тобой ордан, что ты поворачиваешься назад, вот именно вот так, вот это Мало ха надо отнести к Аббону. Горы кетанус, почему горы, вот дальше в переводе вам приходится перенести, на самом деле там еще веселее, потому что Мало ха Мало ха хахарим шатэн теркедим теркеду кейлим что с вами горы, что вы прыгаете как бараны, что с вами холмы, что вы скачете, там надо добавить, то есть опущены большие куски фраз, но они подразумеваются очевидны, но теркеду скачете, да, это как танец, то есть это веселье, ответ перед владыкой вот это слово, вот это слово, непонятное, тут женщины, да, я вам зачитал вариант понимания, несчастье женщины не позволяю, да, перед владыкой непонятное слово, которое может значить, может, может быть, лэхалэль, это, например, трепещить, или корень то ли махоль, тогда, если корень махоль, тогда это танцевать, если это халаль, то тогда трепетать, непонятное какое из слов, и вот этот юд, это юд повелительного наклонения в женском роде, или это юд такой же, как в предыдущем стихе, и просто как называется, поэтическое украшение древнего языка, то есть хуль земля, трепещущая земля, или танцуй земля, ну, в этом переводе танцуй, надо найти сидур и посмотреть, что Шнейдер выбирает, какое значение, трепещет, он выбирает трепещение, опять, надо выбирать, доказательно не могу, это не доказательные все выборы, произвол переводчика, причем, ну, выбирать надо между этими двумя значениями, в какой-то способ, все остальные более натянутые, перед богом Яков, превращающий скалу, как цур кремен, цур это скала острый, такая из кремня, я не знаю, как геологик называется, но из кремня, в озеро Халовиш Ламайной Майя, кремень в источнику. Последнее, это действительно фантастика, потому что если первое в начале море стало суши, да, то море сбежало, то есть море стало суши, и народ Израиля прошел по морю как по суши, то теперь произошло хоть обратно. Кремень становится водой, да, Халовиш это тоже разновидность камня, только цур это скала, а Халовиш это принято считать, что это и есть кремень, как минерал. Ну, принято так. Опять, без доказательств. Но ясно, что это какой-то четвертый камень, и не драгоценный, а такой малышникового типа. Но вот это обратный вариант, что вот в начале говорит, что он море превращает в сушу, а теперь говорит, что он скалу превращает в воду, то есть Сесилия. Но вот в чем ссоль сей этой истории? И вообще о чем? А она совершенно не о исходе и даже не о теофании. Вот как только вы уберете теофанию из этой истории, которая вообще автоматически появляется в мозгах всех, кто ее читает. Псалом, что это появление Бога, здесь этого нет. Поэтому он вначале не упоминал. Вообще такая загадка. Такая загадка. Вначале задается вопрос, почему все прыгает. Что происходит? Давайте сюжет теперь попробуем остановить. Когда Израиль выходил из Египта, ему стали расчищать дорогу. Вот теперь ему расчистили дорогу. Море, которое было препятствием, превратилось в сушу. И Орден, река, которая была препятствием при входе в землю Израиля, превратилась в сушу. Горы перед ними расходились, отпрыгивали на самом деле. Да? Холмы спрямлялись. Почему они это делали? Задает вопрос автор Псалма. ответ перед Владыкой вот теперь то ли танцуй, то ли трепещи. Я думаю, что танцуй, кстати, вот при таком понимании. Когда Всевышний как бы идет и земля, все препятствия земли рассыпаются, расходятся для того, чтобы замостить дорогу кому? Израилю, кому Якова, которые что делают? Идут домой. Куда? Вот то, что в начале сказано. Ягудал к отцу, святыня в Иудии, храм в Иудии и власть в Израиле. То есть как бы такая загадка, она весело поставить, как загадка в начале как бы сказано, потом вопрос ну и угадайте разгадку, почему же вдруг море расступается, реки уходят, холмы расступаются, чтобы сделать чистой дорогой, потому что Мелефне отдам перед владыкой. Это ответ. Вот седьмой стих это ответ. Заметим, что вот эта загадка и эта разгадка, которая здесь дана, она хороша и если бы с самого начала было, когда выводил Хатшем народ из Ираиля из Египта, то загадки бы не было. А это построено в форме загадки и разгадки. Он короткий псалом, короткая загадка и разгадка, но вот этот смысл ее в Халеле Всевышний расчищает дорогу. по этому поводу здесь вот когда я сказал по идее нужно выполнять первую заповедь я Господь Бог, который вывел тебя из земли египетской. Здесь это не выполнено. Да, конечно, потому что здесь сказано чуть-чуть другое. Здесь сказано не о том, что народ Израиля вышел из земли, а о том, как Всевышний мастил дорогу к святой земле. Это другая тема. Это тема не исхода, а это тема прихода. Это как мастится дорога домой. Чем и как. Вот про это. И он, вот теперь мы понимаем псалом национальный. Понятно, да? Вот 114 псалом, он простой, как только вы понимаете, о чем в нем идет речь. И Всевышний салу салу дорогу мастите мастите дорогу то, что произносит этот сам пророк. Он, она вот он, вот он, вот он. Всевышний мастит дорогу, укладывает дорогу. Никаких препятствий не будет, к чистому пути. Вот замечу, нет Галеля в начале, нет Галилуи в начале, нет Галилуи в конце. Просто вот такое утверждение. вот теперь на прошлом уроке я упоминал, идет большой спор во время Седр-посоха. Перед ужином, перед тем, как приступают собственно к еде, надо остановиться на первом салме или надо прочесть второй тоже. мы читаем второй тоже. Так это определено. То есть мы приступаем к ужину, когда дорога уже к земле Израиля проложена, или мы останавливаемся только на исходе ночь исхода, ночь исхода, народ Израиля вышел, и песах в честь этого события, и останавливаемся здесь, а про дорогу надо читать уже после ужинок, и дорога в грязь или все-таки исход вместе с дорогой нужно вот про что ужин, исход и приход и приход земли Израиля, или ужин в честь исхода тоже, вот это спор, который в Мишне, читать этот псалом в начале или читать этот псалом в конце, во время пасхальной еще раз, пасхальной ужин, единственный случай, когда халорик читается на чьем. Значит, ну вот спор именно про это, и он есть великое правило вообще-то, что когда мы видим спор Танаев, то Мальбин, например, и Хасиды в большинстве случаев говорят, что этот спор означает, что есть место сказать и так, и так, что это диалектический так и всегда спор есть место и тому и другому. Поэтому поводу он так, однозначно такие споры не решаются. По Галлахе читаем вот так. Теперь, это второй псалом в Галле. Но понятно, что когда мы его читаем в Галле, например, в Суккот, это, ну, Суккот это праздник путешествия, ну, цели путешествия, поэтому он там совершенно органичен. Он не очень органичен в Песах, но он очень органичен в Суккоте. но точно так же читать его любому человеку, когда он идет в путь, в надежде, что Всевышний ему скатертью уложит дорогу, как вот здесь, как описано в 114 псалмоне, это такое очень правильное понимание, и когда вы читаете его на личном плане, то иметь в виду именно вот такие вещи очень даже будет правильным делом. Понятно, да? Вот мне просто интересно, сколько народу, вот когда читают этот привычный источник в Псалмоне, видят, что речь идет именно о прокладывании пути, что речь идет не о чудесах исхода, потому что обычно рассечение Ордана и моря мы воспринимаем как чудеса исхода, а что здесь не про это, не про чудеса, а здесь как бы вселенная сама прокладывает даму. Почему? Потому что она танцует перед Всевышним. Вот мне очень нравится перевод Танец, мне очень нравится переводить через Танец. Перед Владыкой танцуй земли. Мне он нравится. Может быть это вкусовщины, может быть Мишиш Найдерзаль правее меня, когда говорит Трепещи. Но мне не нравится появление первого трепет в этом псалме. Я считаю, что там нету радости. Горы танцуют, скачут, как бараны. Опять, однозначного решения нет. Каждый сам решает, куда развернуть. Мне кажется достаточно очевидным, что наоборот должна быть радость мне кажется. Ну, вот так. Это про то. Теперь начинается 115-й псалом. И опять, почему халейль здесь действительно тяжелая проблема. И как раз тот самый сегодня, у нас расходы сегодня был, когда читали халейль, то первую часть 115-го псалма вот до с первого по 11-й стих, я специально красненько 11-й стих, его пропустили. Это не читают вообще. В расходах его не читают. И очень интересно, что не читают. Вот теперь любимая тема, как вы уже заметили, комментарий к непрочитанным дальше. Почему-то мы вот это не читали. А мы сразу перенеслись к замечательной вещь. Гошем вспомнит о нас, поиме помнит о нас и благословит. Благословит Дом Израиля, благословит Дом Аарона, благословит боящихся Гошема, малых и великих, ну и так далее. На самом деле 115-й Псалом, он сложный, он сложный не по словам, он по словам легкий, там почти нет сложных слов. Он сложный по идее. его рассечение пополам вы сейчас увидите. Итак, я напоминаю, в те дни, когда логумри, вот термин такой, не кончают халлель, то есть не читают халлель, значит, ситуация выглядит так. У нас есть дни, когда халлель, в общем-то, не читают, но его читают. Называется логумри. Иногда гумрин, то есть читают целиком, а иногда логумри, читают не целиком. Причем на уровне, что в тот отрывок, который я приводил, в прошлый раз из Мишны, когда пришел Раф и обнаружил, что читают, он хотел возмутиться, почему они вообще читают. А потом он обнаруживает, что читают, пропуская части, вот эту первую половину, этого псалма и первую половину следующего псалма. И он сказал, ну, когда ежели у них такой обычай? Откуда мы понимаем одну вещь, что место, откуда Раф пришел, а он пришел из земли Израиля, он ученик Раби, он ученик Раби и Гуды, Ганаси, автор Мишны, что там это вообще не читали. Логумри означает не читать. Когда не читают? Не читают в Росходыш, не читают в в Песах, кроме как в первый день. В Песах читают только в первый день два раза, а вечером, ночью и утром. Ну, естественно, когда приносили жертвы, то еще раз, когда приносили в жертву егненка, то там в храме читали еще этот халель, то есть день на канун. Но вообще вторая половина 14-й Ниссан это отдельная тема, что за статусом этого дня отдельная тема. У него этот день очень в отдельном статусе. Значит, он ни день, ни ночь так. Так вот, так вот, в Огумри мы его вообще не читали. Вот теперь, если вы понимаете, что Медраж, когда Всевышний рассекал море, хотели ангелы спеть ему песнь и ответил им Всевышним, мои сыновья тонут в море, а вы хотите прославлять меня? Это обоснование, почему в Песах не читают халель, особенно в последний день Песа. Потому что вроде праздничный день, но не читают. Не должны жить. В РССР не читают. Не читали. Но у нас обычай установлен по Вавилону. По Бавель, а в Бавель читают вот как бы память учителей некоторую установку. И у них есть на что опираться. Они не с потолка взяли это обычай, они из какой-то местности из РССР принесли. Но по этому поводу будет очень важно понять, что пропускают. А пропускают тихий ужас. Потому что он тихий, громкий ужас. Начинается с совершенно великой фразы. Он ритмично необычный этот первый стих. Потому что ритмично он вот такой. Редкий вариант, когда первая половина стиха намного длиннее второй половины стиха. обычно наоборот строится. В золмах, но вот у него специальное такое построение нет. Их много таких. Я не помню сколько, но речь идет о сотнях. Но тем не менее чаще строится вот как второй стих. Лам рогим рогим агена элогаэгем Значит, не нам, Господи, не нам, но имя твоему воздай славу за дай славу ради или вот тут не очень понятно, ради покровительства твоего и ради правды твоей. Эммет в Писании он мы привыкли к тому, что Эммет это истина простая логическая истина, но логиком все хорошо, у них слово Эммет и Шекель все понятно. Дело в том, что Эммет Шма Шель Куча Бреху истина имя Всевышнего и Эммет Амито это верность в общем короче говоря Эммет это еще надежность такое значение в Танахе, которое я могу привести множество примеров, что ты покровитель и верный покровитель, тут вот такой вот оттенок, но аргумент не нам не нам воздаст славу о чем и второй стих лама юмруга гоим а не на элогейхам зачем позволять ну вот смысл ну дословно зачем спрашиваю зачем скажут народы где где же ваш бог их бог аргумент то есть ясно, что происходит что-то не то ясно, что это молитва и просьба почему это ясно потому что на самом деле это идея из молитвы Моше после греха тельца где Моше произносит что скажут народы ежели ты всех перебьешь ежели ты не простишь то что скажут народы где примеров не из числа вот этому обороту где ваш бог три несчастья кому интересно я отправлю к концу 20 по-моему глава да 18 глава книги царств второй книги царств когда во время осады Иерусалима Рафшака пришел на еврите это такой переводчик и от имени царя великого царя сирийского произносится так говорит царь вам царь вам не верьте Хискиягу не верьте Хискиягу тому что сказал Хасшем что он спасет вас Хасшем и не отдаст их в руки царя осирийского не слушайте Хискиягу ибо вот что говорит царь осирийский сделайте со мной милость выйдите ко мне и человек будет есть свою виноградную лозу и человек получит то что растет у него на его смоковнице и человек будет пить воду из своего колодца я возьму вас в страну подобную вашей стране страну даган ватирож в страну урожая и вина и хлеба виноградников ну и так далее не говори ибо Хискиягу вас подстрекает говоря Хасшем спасет вас разве спасли боги народов человек свою страну от царя сирийского где бог Хамата и Арпада где бог Сафарем и так далее там перечисленные не спас и вас не спасет вас ваш бог это я могу еще там серию цитат есть цитата у Юэля есть цитата значит вот ваш бог нету и это стандарт у Ишаяху в 40 главе у Юэля во второй главе это стандартный аргумент то есть у вас беда бога нет зачем позволять народам говорить где ваш вот этот аргумент что вы в несчастье потому что вашего бога нет или где он где же он вот то что перечисляет Равшака от имени царя сирийского это некоторый стандарт и этот стандарт ну еще раз он у Юэля я могу вам показать где произносится ровно эта фраза у Ишаяху эта фраза произносится то есть это стандарт но он идет от Моше этот текст вот теперь когда евреи произносят его мы вот в книге царств видели как это произносят враг скажем ну например у Юэля да там речь идет о несчастье о посте и между притвором и жертвенником плачут коины служители Хашем и говорят пожалей Хашем народ твой не дай позора уделу твоему чтобы гои им овладели зачем почему почему говорят почему ты позволяешь народам сказать где их бог пусть возребнует Хашем за свою землю и пожалеет свой народ и ответил Хашем и сказал вот я посылаю храм ну дай пищу речь там речь идет о ну по связи с губ но вот вот этот аргумент вот вам коины храме между притвором но крыльцом ведущим храм и жертвенником произносят вот эту вот эту самую храм то есть речь идет о несчастье и это однозначно мы определяем значит дальше следует ответ в элохей мы бешамаем кола шархафатаса наш бог на небесах делай что пожелай и далее следует совершенно фантастический текст который опять он у всех пророков есть он есть у ехэск или он есть у и шаях он у кого только нет их кумир золото серебро произведение рух человечества паэллахэм вело едабэро эйнаэм лохэм вело геру уста у них и не говорят глаза у них и не видят у идол уши у них и не слышат нос у них и не нюхают и не нюхают руки у них и не щупают ноги у них и не ходят не издают ни звука из глотки своей здесь ну я не буду сейчас спускаться в почему завершение вдруг опять возвращается начинается с уста у них и не говорят а в конце даже не мычат то есть опять звука не издают что она открывается и закрывается речью это отдельная тема и она не очень интересная она техническая то есть она интересна поэтически но содержательно как бы круг замыкается это регулярно для Танаха это нормальная форма и дальше кончается это все низлым тихим словом пусть творцы станут такими же как они все такими же станут все кто полагается на них вот эта шутка она вот чуть-чуть задуматься над ней и вы поймете насколько она хороша она как бы вначале тихое проклятие вот стоит идол вот он ротик глазки ноги написаны рот глаза уши нос руки пять чувств да который всевышний в милости своей дал человеку должно быть шестое чувство оно как известно вкус но здесь не упоминается потому что вообще-то я ожидал что тут должно быть еще лошон у них но они вкуса не чувствуют но у них скорее всего нет языка у этих идолов потому что ну снаружи я идола с разинутым ртом и языком который там нарисован как-то не могу припомнить да потому что дальше от чувств переходят руки у них но они чувствуют обратите внимание что орган чувствует но ноги и не ходят оно как бы уже продолжение идет логия потому что дальше надирают уже что еще у них есть и чего они этим не делают дальше надирают да сказать что-нибудь очень грубое и дальше вроде бы допустим прекратят говорить видеть слышать те кто делает на них и те кто полагается на них то есть кончается это проклятие таким теперь вот теперь вот теперь надо чуть-чуть вот чуть-чуть остановиться и подумать бог сделал книги брешит вторая глоба бог сделал человека по своему образу и подобию по этому по этому поводу вспомните 113 псалом начало халэля он высоко сидит далеко видит он видит и творение своему дал видеть он слышит многократная тема псалмах и творение его слышит он всюду и творение пытается быть то есть как бы бог сделал человека по своему образу и подобию поэтому человек живой то что здесь человек делает бога по своему образу и подобию ну идол ну и пусть теперь они станут те кто это делает и те кто на них полагается по образу и подобию того что они сделали то есть мертвы вот шутка которая здесь про образ и подобие она здесь спрятана хорошо но она очевидна всякому кто вот понимает еврейскую душу вот ну я знаю эту шутку что по поводу того что вот любимая шутка я все-таки в советском союзе жил и даже научный коммунизм сдавал да значит человек создал бога по своему образу и подобию но вот то что сделали вот ежели мертвые сделали значит и будьте это самое такими же то есть трупами отсюда вот вот эта шутка да и беда вот значит дальше только еще раз напоминаю начинается вообще тут начинается странное начинается еще раз внимательно следим за ходом мысли актора начинается он с воплем не нам не нам но имени твоему то есть мы в беде дальше город говорит где наш бог наш бог на небе запомните вот хорошо запомните наш бог на небе а их боги это тропы такие колоды тема ну мне лениво приводить все примеры дело в том что история о том как всякие народы делает идолов и как они поклоняются их есть и Хескелю и Шаягу ну и знаменитая история про то как наш праотец Авраам там расколотил всех идолов самому сильному дал в руки палку и сказал что они тут вот поругались и это всех разбил там или он что-то съел вкусное а этим вкусным намазал губы одного из богов и сказал что он все съел когда папа сказал ты что идиот идол этого не делает он говорит сам сказал ну это же на самом деле вот вот весь этот меграш он вот эти замечательно правда дальше и дальше начинается следующее Израэль положитесь на господа он вам помощь и он вам защита но я напоминаю в храме первосвященник молится за дома арона отдельно полагайтесь на шема он вашу помощь боящийся бога но почитающий я уже много раз говорил что бояться огорчить вот самый хороший комментарий бояться огорчить боящийся господа полагайтесь на шема он вашу помощь и защита традиции со времен всех медрашей и талмуда кто такие и 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 Традиции со времен Томбуды. Традиции скрываются за этим бетху. Это благословение такое. Будьте живыми, потому что через бетахон вы получите его образоподобие. Предыдущий был, в Соломе оформлен в виде такой загадки нет. Почему море, горы танцуют перед владыкой? Это ответ на загадку. Здесь тоже в некоторых завуалированных формах. Но завуаль здесь будет куда более серьезная вещь. И вот отсюда с 12 стиха начинается вторая часть Солома, ту, которую читают в Росходыш и в Хольгамуэк-Мессах. То есть когда они не читают все. Гошем Адонай Захарану, еварех, еварехет бейт Исраэль, еварехет бейт Аарон, еварехе рей Адонай хактаним вегагдолим. Хошем вспомнит нас и благословит дом Исраэля. Кстати, читать надо тут... Очень важно, как это прочесть, потому что на самом деле читать это надо совершенно удлиненным образом. По знакам контиляции это чтение непривычное. Адонай Захарану, еварехет. Надо читать очень длинно, потому что стоит пометка, что у вас первая половина стиха безумно длинная и скорее заголовковая. Она четко должна быть уделена в второй части. Благословить дом Исраэля, базарвить дом Азарона. Ну, тех самых, кто бейт Батхи. Еще раз. Вот это то, откуда начинают читать, когда читают короткие холлы. И он совершенно естественно ложится в холл. Мы благословим Сынешнего. Он нас помнит, он нас благословит. Нет призыва. Полагайтесь, все это пропущено. Пропущено несчастье начало. То, что читаем. Но я прошу помнить, мы разбираем Псалом. Как он есть. Несчастье в начале. Гои говорят, где же ваш Бог. Мы отвечаем, он на небесах. Теперь. Хошел нас помнит, он благословит. Кого? Израил, священников и тех, кто присоединился к нашей вере Всевышнему. То есть всех. Иосиф Адонай Алейхем Алейхем Альбехем. Дабалит Гошем. Благословение имеется в виду. Вам и ваш. Вам. Вам. Умножит вас, Гошем. Вас и детей ваших. Благословенные вы перед Гошемом, который создал небо и землю. В теологию куда-то пустились, да? Гошем создал небо и землю. Далее следует совершенно неожиданный стих, один из красивейших в Салмах. А шамаем, шамаем ладунай, в хаарец. Натан липный Адам. Небеса. 16 стих. Небеса. Хашему, а землю же отдал сынам человеческим, лохам этим ехалилух, а не мертвые воздают хвалу тебе, не лохоль юрдей дума, не нисходящие в молчании. Слово дума – это молчать, но дума в псалмах – это намек на смерть и могилу почти всегда. Молчание, оно не просто так. И опять вот не говорят, дважды не говорят, которые в описании поклоняющихся идолов. И теперь опять молчание, которое в 17 стихе. Не нисходящие в молчании магии. Мы же благословим Хашема, мы живые. Почему? Благодаря тому, что мы полагаемся на Хашем. Вот так половинный Галей, тот, который читает в празднике, вот эта часть, она действительно великолепна, потому что что происходит? Хашем нас помнит, за это мы его благодарим все. Мы ждем благословения и получаем. Выпирающая фраза – земля, небеса, небеса Хашему, а земля отдал людям. Дальше – лохом и тим, мы живые. На самом деле то, что здесь сказано, не мертвые. Мы живые, а поэтому мы благословляем. То есть все живые должны благословляться, живые, кто в него благословится. Но, замечу, вот я сейчас прочел вторую часть, развязав ее полностью сперва. Причем количество народа опять 19 века, которые, ну это пеха гиперкритицизма и плохого литературного вкуса. Я с удивлением обнаружил, что хорошие светские исследователи Дхилим, которые именно литературную сторону вопроса осматривают, это очень поздно, это вторая половина 20 века только начинается. Начинаются исследования, которые начинают куда внимательнее следить за литературной формой, появляются вот первое исследование, делал человек вообще не специалист по библистике, а специалист по немецкой поэзии первое исследование в этом направлении делал. И вот те, кто чувствует именно литературный стиль, как-то мысль о том, что надо разъединить две части, они говорят, что нет, ну очевидно связан. Причем вот опять количество народу, которые в свое время, там в 19 веке и до первого и до 20 века, пытались развязать, сказать, что мудрецы, которые делят псалом пополам и выкидывают первую часть из Рош-Ходаш, из чтения Рош-Ходаш, они как бы проникают в источник, что это два псалмона. Он в самом деле случайно объединен. Ответ – нет, это не два псалма, это один псалом, он просто становится очень сложным, ежели его объединить. Причем он становится сложным по идее, потому что идея вот где спрятана. Идея спрятана в двух стихах. Вот в этом стихе, давайте целиком, вот в этом стихе, но этот стих, рефрен, вот к этому стиху, к самому началу, в третьем стиху, говорят, где ваш Бог, их Бог, но они говорят, естественно. А мы, наш Бог на небесах, что хочет, то и делает. Вот теперь соединим два стиха. Наш Бог на небесах, вот давайте куда-нибудь я его поставлю, вот сюда, чтобы было бы, чтобы они против друга были. Слышали. Вот здесь есть. Вот теперь Когда мы два этих стиха Третий и шестнадцатый Поставили друг против друга Возникает вопрос, что эта фраза делает здесь Эта фраза, она выпирает из второй части Вот смотрите, она как бы во второй части Благословенны вы Гошему, который сделал землю и небо И далее следует фраза, которая выглядит отступлением от того, что сказано Земля, небеса Всевышнему, а земля отдана людям Это явный ответ вот на этот вопрос Где ваш Бог? Ответ он на небесах И вдруг Вдруг Вы Делаете все, что хочешь Где? На небесах? Или на земле? Мы автоматом Из предыдущего псалма Из Псалма сто четырнадцатого Он на небесах делает на земле все, что хочет Мы автоматически сюда добавляем А вот не надо это сюда делать Он на небесах делает все, что хочет Шестнадцати стих эту мысль Человек как-то произносит Он на небесах делает На земле делают люди Ибнезра К этому месту Человек на земле посланец Всевышнего К этому стиху То, что происходит на земле Это деяние людей По этому поводу Ответ Этого псалма На кучу вопросов Он самый фантастический Он самый неожиданный Перед Исраэль Вот этот призыв Полагайтесь на него Даже Когда он Молчит И земля Отдана Людям Вот эта Мысль Псалма Она совершенно не та, которую Мы автоматически дополняем Ее И этот псалом До привычных Образов Он Не говорит прямо Он аккуратно прячет Наш Бог На небесах Мы автоматически Вумедлог Баарц На земле Он делает, что хочет Где? На земле Хаарац Матан Лепнеяда Мы Вот это Есть Совершенно Фантастическая мысль Которая Теологическая мысль Которая в этом псалме На вопрос Где ваш Бог Почему он молчит Ответ Он на небесах И Молчит Здесь И сейчас И мы все равно Дом Израиля Дом Аарона И Ерайошем Все, кто боится Бога Дом Израиля И дом Аарона По долгу службы Те, кто боится Ашем Ашем По долгу Сердца Все равно Полагаемся на них Вот опять чем Это о вере Во время молчания Свыше Это о вере В несчастье Это Псалом И Какова Вот теперь Вот теперь Мы понимаем Вот это Почему Вот это Не Мертвые Воздают Хвала А мы Воздаем Мы живы Это уже Основа Для хвалы Он Даже молчит Земля Отдана Людям И мы Не Видны Вот это Вот это Псалом Про вот это И вот Теперь Ну вообще Почему Исключают Все равно Я не успею Следующий Прочесть Там Подобные Вещи Происходят Потому что Лучше Объяснять На примерах Когда мы Оба Псалма Соберем Вместе Почему Исключают Первую Половину Но По крайней Мере Простой Ответ Что Вот эти Тяжелые Переживания Первой Половине Псалма О Несчастье Которые Проскакивают Легко В праздник Когда Все Радуются И Легко Проскакивают В дни Когда Праздника Особого Нет Лучше Помолчать Это Не та Тема Которую В простой День Когда Душа В Заботах Как В Росфодыш Рабочий День Хольга Моет Полурабочий День Поэтому Лучше Эти Темы Не Подым Но Это Пока Простой Ответ Есть Более Другой Ответ Но Нам Следующий Псалон Понадобится О котором Мы В следующий Раз Я Думаю И поговорим Да Ну вот Где-то Так То что Я хотел Сегодня Рассказать У нас У нас Сегодня Дамы Да Дамы Пожалуйста Есть Вопросы Пока Дамы Думают Смотри Я Честно Говоря Не Помню Ты Про это Говорил Или Нет Если Говорил Тогда Не Останавливайся Какое Объяснение Тому Что Есть Два Типа Чтения Алеля Полный И сокращенный Я Говорю В следующий раз Подробнее На первый раз На сейчас Посмотри Ту часть Которая В этом Псалме Вычеркивает Она Очень Грустная Она Дело в том Что первая Часть Этого Псалма Это Чтение В несчастье И Наши Мудрецы На самом Деле Для При Публичных Чтениях Любят Такие Исключаются Я могу Несколько Примеров Молитву Наши Мудрецы Как бы Оставляют Чтение Кто поймет Тому Хорошо Кто не Поймет Ну и Лайд И Мудрецы Предпочли На самом Деле Которые Исключили Эту Часть И Чтение Предпочли Вот Этот Рефрен Вопрос Наш Бог На Небесах Делать Что Хочет Рефрен К нему 16 Стих Он Находится На Небесах А На Земле Не Находится На Земле Люди Вот При Вычерканной Первой Части Это Это Становится Незаменно Потому 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 Вот Смотри Любимый По-моему Вот Я Пшиски Раф Из Пшиска Хасидская Классическая Вот К этому Именно К этому Стиху Земля Земля Господу А Землю Отдал Людям Чтобы Сделать Из Земли Небеса Классический Пшиски Комментарий Который Все Хасиды Знают Обязательно Ну Потому Что Во-первых Красивая Во-вторых Это Мысль Хорошая При Вырезанной Первой Половине Этого Псалма Вот Этот Комментарий Проходит На Ураз Правда Вот Третий Стих Главное Не Помнить Третьего Стиха Для Чтобы Этот Комментарий Был Совсем Хорош Ну И Тоже Чуть Чуть Просто На Туже Тему Мне Во всяком Случа Непонятно Почему Например Вот Это Разделение Когда Полный Когда Сокращенный В Хануку Если Не Ошибаюсь В Хануку Полный Казалось Полный Должно Быть Для Какого Супера В Хануку Полный А В Рош Ходыш Например Сокращенный Потому Что Хануку Персум Дениса Потому Что В Хануку Халель Прославление Всевышнего Потому Что В Хануку Персум Дениса Естественно В Хануку У нас Публичное Мероприятие Мы Выходим На Улицу Конечно Халель Полный В Хануку Но Очевидно В Хануку Халель Полный Вот Обратное Например В Кури Вообще Нет Халель Вот Да Вот Ты Просто Сказал Потому Что Это Наше Внутреннее Мероприятие Там Нет Выхода На Улицы Давайте Благодарю Давайте Халель Халель Для Всех Хануку Это Есть В Рош Ходыш На самом Деле Тоже В Следующий Раз Просто На самом Деле Хорошо Расскрывает Причину Почему Эту Половину Именно В ту Половину Первую Часть Которую Следующие Псаны Тоже Вычеркивали Да Окей И там Будет Хорошо Вид Окей Ну Хорошо Мы на этом Заканчиваем Меру Огромное Спасибо Подвигаемся Дальше По направлению К Песоху А У нас Сегодня Был Рош Ходыш Ниссан Я Сказал Мы Сегодня Читали Ровно Половину Все Помнят Что Сегодня Половину Не Прочли С Божьей Помощью С Божьей Помощью Две Недели Будет Седр Песох У меня Был Некоторый Полу Теологический Спорт Человеком Замечательном Синагоге Который Вот Такой Ситуации Говорил С Божьей Помощью Я говорю Послушай Ну Как бы Движение Светило Не от нас Завис Почему С Божьей Помощью Он говорит Нет Надо Все время Быть С Божьей Помощью Причем Здесь Движение Светило Ну Как бы Изра Ташем Когда человек Помогает Человеческих Делах Он Себе Не может Помогать Он Так Это Делает Поэтому Рожь Ход Извини Дели Должен Быть Послушай Знаешь Есть Любимый Анекдот С детства У меня Я Как человек Полувосточный Всегда Любил Анекдот Ахаджа На середине И там Есть Единственная История Про то Как Хаджана Средин Говорит Что Завтра Если Пойдет Если Дождя Не Буду Пойду Пахать А Если Будет Дождь Пойду Жать Масло Ну Что Тво Будет На Что Ему Собеседник Говорит Скажи Иншала Скажи Бези Апаш На Что Хаджан Говорит Что Слушай Если Дождь Будет Я Сделаю Так Если Здесь Имер Цэш Но Дальше По Анекдоту Анекдот Ясно Откуда Происходят На Следующее Утро Или Ночью Пришли Разбойники Побили Забрали Все Масло Это Самое Хаджан Остался Дома Лежать В постели Больной Ни масла Ни жал Ни пахать Не пошел По этому Поподу У нас Будешь Росход Имер Цэш Окей Имер Цэш То есть Росход Имер Цэш Значит Цэдер Через Две Недели Центробежная Сила Луна Улетит Имер Цэш Это Подходит Росход Окей Захочет Будет Захочет Не будет Спасибо Всем Счастливо Пока Всем Пока